приветствую дорогие друзья я рада встрече на нашем канале для всех тех кто делает свои первые шаги в сферу информационных технологий программирование анимации и сегодня мы начнем делать интересный проект весьма необычные для той среды которую я выбрала мы будем делать анимацию снежинок вот примерно такую как вы сейчас видите на экране с помощью профессионального инструмента для разработки игр интегрированные среды unity этот проект сможет сделать любой начинающий даже те кто никогда не программировал но если кому-то интересно начать программирование можно посмотреть наши уроки по программированию в scratch и например мы делали вот такой снегопад scratch и для сравнения можно будет посмотреть какими способами можно реализовать такой проект в unity уроков будет несколько будет рассмотрено несколько различных способов и каждый из способов имеет свои преимущества и скорее всего даже недостатки как я уже сказала мы начнем без программирования а потом постепенно перейдем и к написанию кода и так приступим мы работаем в версии unity 2019.2 для тех кто не знает как установить unity под видео я размещу ссылку на видео урок в котором все достаточно подробно рассказано и показано как устанавливать unity ну а мы приступим сразу к созданию нового проекта сначала запускается так называемый unity hub и уже из unity hub мы нажимаем на кнопку new и после этого нам необходимо выбрать тип проекта 2d или 3d а также задать его имя и задать путь где наш проект будет размещаться в принципе наш проект анимации явно видно что он 2d можно выбрать 2d но поскольку все начинающие правила на это не обращают внимание я оставлю 3d и заодно покажу как сделать так чтобы наш проект 3d стал проектом 2d я ввожу название проекта как мы уже сказали но допустим напишу снова путь меня вполне устраивает нажимаем create происходит запуск unity при этом создаются необходимые файлы и папки нашего проекта и затем мы сможем начать уже непосредственно с ним работать если вы создали новый проект то скорее всего распределение окон у вас немножко другое я сейчас покажу какое вот такой вот если мы нажмем сюда на эту вот кнопку у нас будет дефолт вот такое вот распределение окон и пока я оставлю его таким а потом если нам понадобится мы переразместим окна таким образом которые нам необходим еще раз повторю этот урок рассчитан на абсолютных новичков поэтому я буду иногда уделять внимание каким-то вопросам которые для возможно кого-то могут казаться очевидными для тех кто уже работал с unity и так мы загрузили unity у нас есть рабочая сцена есть дополнительные окна которых мы в порядке необходимости будем тоже говорить вспомним о том что мы сказали что наш проект 2d на самом деле любой проект unity это 3d проект но чтобы мы были корректными мы нажмем на кнопочку 2d вот в окне сцен это по-русски сцена по-английски сын то есть это окно сцены собственно где происходит редактирование нажимаем 2d и вот мы пришли вид 2d но здесь мы видим вот такой горизонт чтобы избавиться от этого горизонта нам необходимо на сцене немножко изменить настройки камеры вот наша камера вот ее такая иконочка это называется gizmos мы можем кстати говоря убирать эту иконочку либо какие-то делать настройки к примеру делать ее крупнее или мельче вот у нас две иконки делаются больше или меньше это камера и освещение принципе освещение для нас не важно можем его не трогать а сделаем так чтобы у нас был фон синий на котором будут лететь наши снежинки но и в окне game у нас будет как раз то что собственно и будет видно в итоге итак для main camera выбираем настройку в окне инспектор уже это дополнительное окно в котором у нас все настройки для разных объектов которые на сцене выбираем здесь не skybox а solid color и вот наш цвет в принципе если кто-то хочет изменить немножко цвет можно это сделать в этом окне например я хочу более такой яркий насыщенный синий цвет и сейчас мы видим и в превью такой цвет и в окне game тоже такой цвет итак мы подготовили сцену и теперь нам необходимо добавить на эту сцену точнее сначала в проект те объекты которые будут собственно нашими снежинками те кто немного уже владеет разработкой анимации даже если занимался скретч помнит о том что у нас нужны изображения и эти изображения даже скретчи называются спрайтами для того чтобы наши картинки вот я подготовила картинки формата png графически это растровое изображение на прозрачном фоне чтобы они попали в наш проект необходимо сделать следующую вещь ну сами картинки признаюсь я взяла просто нашла в интернете но сделала их все одинакового размера размер у меня вот разрешение 400 на 392 получился где-то 400 на 457 то есть я брала одинаковые ширину но высота везде разная вот здесь получилось 400 на 400 но в принципе они примерно одинаковые и теперь мне нужно эти все несколько изображений добавить сначала в наш проект а потом уже они появятся у нас на сцене но чтобы проект был сделан грамотно нам необходимо использовать окно project и вот здесь мы видим уже есть одна папка которая называется сенс это папка в которой хранятся файлы сцены и вот наша сцена называется сэмпл сын вот она здесь хранится мы вернемся в папку assets и здесь в этом окне нажмем правую кнопку мыши выберем create folder создадим новую папку и назовем ее спрайт спрайты рекомендую сразу привыкать писать название папок файлов по-английски хотя в принципе unity позволяет писать и по-русски и вообще windows тоже позволяет это делать но для серьезных проектов рекомендуется писать по-английски входим внутрь этой папки она пока пуста и сейчас в эту папку мы поместим наши графические файлы этих вот самых снежинок и так мы их все выделяем и все вместе перетаскиваем я зажала левую кнопочку мыши и перетаскиваю в окно project папочку спрайтс обязательно вот сюда отпустила мышку и у нас здесь появились наши изображения вот некоторые выглядят достаточно странно по всей видимости не совсем хорошего они оказались формата я не совсем обращала на это внимание но собственно для нашего проекта это не важно пока это просто png файлы вот здесь внизу я вижу их название теперь мне нужно их преобразовать спрайты мы их выделим тоже я выделяю в проекте здесь невозможно вот так вот все ввести как в проводнике файлов windows но мы можем выбрать один объект потом нажать клавишу shift и выбрать последний объект вот все объекты я выделила все наши изображения и теперь мы их сделаем спрайтами вот здесь в пункте текстур тайп то есть тип текстуры мы выберем спрайт 2d and юай и обязательно пролистываем вниз вот это вот окошко либо зажимаем левую кнопочку здесь либо просто крутим колесико мыши нажимаем apply вот теперь я вижу что у меня есть два изображения но они оказались не на прозрачном фоне это иллюзия прозрачного фона то есть мне попались не очень качественные изображения вот они на белом фоне в такую сетку а вот действительно те которые на прозрачном фоне и здесь сразу видно что вот они нормального такого изображения если мы нажимаем вот на эти стрелочки то собственно картинки вот они а вот это наши спрайты то есть все у нас получилось теперь наши просто png файлы превратились в спрайты с соответствующими характеристиками но те которые нам не нужны я выберу и нажму клавишу delete и удалю они не совсем подходят не совсем качественные либо их нужно заново обрабатывать в любом графическом редакторе типа фотошопа либо в данном случае нам не принципиально они не нужны я их удалила итак теперь наши снежинки есть проекте но их пока нет на сцене и в окне game соответственно тоже как их поместить на сцену мы можем просто взять и перетащить их сюда на сцену зажимая левую кнопочку мыши и тащу вот у меня одна снежинка вторая снежинка третья и четвертая сейчас я посмотрю в окне game как это выглядит вот они такие большие достаточно можно изменить их размер причем можно это сделать несколькими способами первый самый простой способ для тех кто уже знает unity мы можем изменить скейл то есть вот уменьшить размеры либо здесь в окне инспектор задать какие-то значения либо взять с помощью в данном случае инструмента рек то мы можем вот так вот изменить размер но вот это получается непропорционально я нажимаю control z а если я зажму клавишу shift то меня меняется размер пропорционально если кто-то обращает внимание на то что происходит в окне инспектор вот смотрите у нас меняются значения и в данном случае меняется значение скейл но и позиция x y тоже потому что меняется местоположение центра вот этой вот точечки пай вот так делать можно но зум скейл менять не рекомендуют для того чтобы наши спрайты на сцене выглядели таким образом который нас действительно удовлетворит мы можем в их настройках опять же лучше сразу выделить все заменить значение вот это pixels per unit мы сказали что у нас размеры картинок в ширину допустим 400 да давайте здесь прям так и напишем 400 и нажмем apply посмотрим что получится вот наши снежинки стали меньше то есть они стали действительно такими которые какие они есть если мы хотим сделать их еще меньше мы можем здесь допустим вести число не 400 но примеру 600 так тоже можно вот они стали еще мельче и скейл при этом смотрите у нас 111 то есть мы не меняли физические размеры на сцене наших объектов а всего лишь изменили характеристики спрайтов используя их разрешение если мы посмотрим в окно game то вот наши маленькие снежинки и теперь они выглядят вполне прилично для тех кто только-только начинает работать с unity я об этом сначала самого не сказала пожалуйста ставьте видео периодически на паузу и повторяйте вслед за мной я сейчас сохраню сцены это можно сделать с помощью пункта меню файл сейф либо нажать комбинацию клавиш control с ну допустим я нажму control с прежде чем я это сделаю обратите внимание что у нас на название сцены есть звездочка и заголовки окна тоже есть звездочка это означает что сцена не сохранена сцену сохранять нужно как можно чаще я нажимаю control с и у нас цена сохранилась рекомендую поставить видео на паузу и начать работать со своим проектом потому что дальше нужно будет тоже очень многое запоминать и так что нужно будет сделать нужно будет запустить unity hub создать новый проект добавить в этот проект изображение снежинок вы можете их подготовить сами либо я размещу архив с файлами этих самых картинок и вы можете сможете их использовать в своем проекте тоже затем из этих картинок нужно будет сделать спрайты и каждый спрайт разместить на сцене но после паузы продолжим нашу работу далее итак я надеюсь что у вас все получается если вдруг возникают какие-то вопросы пожалуйста пишите их комментариях под видео или под уроком на нашем сайте но мы продолжим итак у нас на сцене размещено четыре объекта с изображениями снежинок это объекты которые называются спрайтами я пока их вижу в окне game и у нас настроено изображение отображение того что видит камера на синим фоне а в окне сцены все выглядит вот таким вот образом вот мои снежинки я могу их выделять вот здесь прямо кликая левой кнопочкой мыши на сцене либо кликая левой но кнопочкой мыши в окне иерархии ну а вот наша камера если цвет вдруг не нравится то можно выделить саму камеру и вот этот вот блок изменения фона фонового цвета допустим я хочу немножко более насыщенный темный синий вот такой не такой яркий какой был а немножко темнее даже еще чуть темнее такое ночное зимнее небо вот и для того чтобы здесь действительно был цвет напомню что нужно выбрать вместо skybox как это было в начале solid color если создавался проект 2d то цвет уже должен быть сам по себе без вот этого линии горизонта но на в окне редактирования сцены если мы создавали 3d проект у нас к сожалению такая вот история остается это тоже можно убрать мой но мы не будем сейчас в дебри в настроек unity влезать мы продолжим нашу работу со снежинками и сейчас мы приступим к анимированию наших снежинок сначала это сделаем самым простым способом для того чтобы познакомиться с инструментом анимации в unity ну а потом следующих уроках следующих частях мы будем разбираться в некоторых деталях и даже делать кое-что более сложное и более эффективное но для начала нам нужно сделать так чтобы снежинка падала сверху вниз и если кто-то работал с скрэйч что помнит каким образом мы это делали программировали мы стали ставили наш спрайт верхнюю часть а потом программным кодом делали так чтобы наша картинка наш спрайт двигался вниз здесь мы еще раз повторю программировать не будем в unity есть инструмент анимации мы его сейчас в этом способе реализации нашего проекта и используем и так выбираем ту снежинку которую будем анимировать но например я хочу анимировать сначала первую снежинку вот я ее выделила выбрала и сейчас для того чтобы ее анимировать мне нужно выбрать специальное окно в пункте меню windows animation и animation animation по английски означает анимация вот наше окно теперь для того чтобы было удобнее с этим окном работать лучше чтобы оно было закреплено не вот так вот плавало хотя если кто-то имеет возможность работать с двумя мониторами то очень удобно это рабочее окно выносить на второй монитор но поскольку я пишу урок в одном мониторе поэтому в общем то я должна как-то распределить пространство так чтобы не было удобно и смотрите я хочу закрепить это окно вот здесь вот нижней части я беру теперь его не за заголовок не за шапку а за название вот так вот и смотрите она начинает приклеивается и вот я его приклеиваю вот сюда вот так вот вот у меня вкладочка project вот вкладочка animation опять же если сразу не получается не переживайте ставьте видео на паузу ставьте окно вот так так как вам удобно и только после этого продолжайте смотреть видео и повторять вслед за мной и так у нас есть открытое окно animation у нас выделена с наша снежинка и мы видим что в окне animation у нас есть кнопка create то есть анимации пока нет нам нужно создать анимейшн клип для этого нам необходимо нажать на кнопку create и точно так же как мы создавали папку спрайтс папочки assets вот так вот выходим мы сейчас создадим папку animations для того чтобы все наши анимации лежали специальной папке нажимаем правую кнопку мыши создать или create папку или фолдер по-английски и теперь вводим название папки animations анимации во множественном числе теперь внутри папки этой входим либо двойным кликом мышки либо нажимая на клавишу enter либо нажимая на кнопку открыть как кому удобно и здесь мы вводим имя нашей анимации для того чтобы не запутаться лучше всего вводить имена файлов связанные с именами наших объектов наших картинок вот у меня snowflake 1 ну допустим я напишу sf1 к примеру это анимация моей первой снежинки и нажимаем сохранить после этого окно animation приобрело другой вид у нас здесь появились деления это секунды и наша анимация будет длиться какое-то определенное время но потом этим временем можно будет управлять и так нам нужно сделать так чтобы наша снежинка двигалась сверху вниз так мы сейчас и сделаем сделаем это следующим образом мы нажмем на кнопку запись вот у нас началась запись нашей анимации и и сначала мы снежинку подвинем вверх а потом переместим вниз то есть на первом нашем кадре на нулевой секунде вот здесь есть такой указатель белая такая вертикальная линия это наша временная на каком временном промежутке мы находимся надо чтобы она была в самом начале вот здесь вот в нуле и в нуле мы возьмем и переместим снежинку вверх если мне ее местоположение вполне удобно мы выберем вот этот вот инструмент муфту в данном случае он удобен и я беру за сжимаю левую кнопочку мыши на вот этой стрелочке вверх зелененькой это координата кто знает координаты y вертикальная и перемещаю вот так вот вверх вот к примеру отсюда сверху моя снежинка на должна начать падать я посмотрю на всякий случай в окно game вот отсюда начнется падение снежинки но с этим вопросом мы потом еще немножко поработаем я хочу все таки чтобы это было где-то за пределами видимой части окна game поэтому я колесико мыши кручу на себя как бы отдаляюсь от наших объектов и перемещаю снежинку еще выше вот так и смотрю одновременно в окне game вот у меня снежинка уже исчезли из зоны видимости и по я думаю что как раз это будет нормально но возможно я немножко перестаралась поэтому я сейчас еще отъеду чтобы мне было удобнее зажимать левую кнопочку мыши на стрелке и вот немножко опущу вот все-таки низковато чуть-чуть выше вот все она исчезла нормально в общем будем считать что вот такая высота меня вполне устраивает и так на нулевом кадре моя снежинка находится там где мне хочется дальше я думаю сколько времени будет длиться моя анимация здесь тоже могу путь крутить колесико мыши и делать кадр чаще или миль или реже вот я от себя кручу колесико и на себя не перестарайтесь чтоб слишком далеко вы не ушли допустим я сделаю так чтобы снежинка падала в течение одной секунды еще раз повторю скорость анимации мы потом сможем изменить ну и сейчас на вот этом вот последнем кадре я возьму и снежинку опущу вниз и тоже я посмотрю в окне game где моя снежинка чтобы слишком далеко она не ушла вот она здесь вот внизу и немножечко ниже чтобы она вышла за пределы экрана все вот сейчас моя снежинка будет падать вниз я нажму на кнопку записи то есть ее отожму и нажму на кнопку превью вот снежинка падает вниз и автоматически анимация двигается у нас зациклена я вижу что скорость движения слишком велика для того чтобы ее отрегулировать есть два способа мы можем смотрите взять сделать еще мел более мелкие деления и допустим выделить последние кадры и переместить я выделила зажала левую кнопочку мыши и перемещаю допустим сейчас падение снежинки будет происходить в течение двух секунд нажимаем play и вот сейчас она падает медленнее второй способ мы можем изменить скорость движения уже в других настройках этим мы будем заниматься немного позже ну а сейчас давайте этот способ закрепим сделаем но допустим не две секунды а три секунды вот так нажимаем play поскольку у меня не самого начала началось поэтому там было как бы середины вот сейчас у меня снежинка все время падает сверху вниз давайте пока на этом остановимся следующие снежинки мы анимируем точно так же то есть выделяем здесь в окошечке иерархии окно анимейшин у нас уже есть нажимаем кнопку create сохраняем файл анимации с новым именем потому что это наш новый объект и точно так же как для предыдущей снежинки мы должны будем ее в окне сцены переместить нулевом кадре верхнее положение а в последнем кадре допустим на 1 1 секунде в нижнем положении но потом скорость изменить перемещая кадры я не буду это записывать заново мы с вами встретимся в следующем уже уроке а сейчас самостоятельно работаем я анимирую снежинки самостоятельно вы анимируете снежинки самостоятельно желаю всем успехов встретимся в следующем уроке